Давайте говорить о том, что надо решать, а не то, как хорошо стало. Совещание получилось бурным. Особенно много вопросов вызвал доклад об итогах деятельности жилищно-коммунального хозяйства. В муниципальную программу по капремонту включили 66 многоквартирных домов. На их реконструкцию планируют потратить более 100 миллионов рублей. Еще 57 ушло на оплату уличного освещения. Но проблема темных переулков в городе пока осталась. Помочь с ее решением могли бы горящие всю ночь витрины магазинов. Здесь кто-то зажег, кто-то не зажег, кто-то экономит. А вот нужно посмотреть, если правило по благоустройству включить, вот такой пункт. Давайте посмотрите его законодательно. Если рассмотрят, а на Думе предложение дадим премиум, я думаю, это будет полезно. С начала года в городе проложили почти 2,5 километра водопроводных труб. Отремонтировано больше 11 километров дорог. В сфере образования за прошедшие полгода тоже произошли положительные изменения. Учителям повысили зарплату. Сейчас она составляет более 14 тысяч. Решается вопрос с нехваткой мест в детские сады. На 1 июля введено в эксплуатацию дополнительно 160 мест. Кроме того, проведена работа по закреплению трех зданий на 355 мест ранее закрытых детских садов за действующими детскими садами. До конца года планируется открытие в действующих дошкольных садах дополнительно еще 615 мест. И завершится реконструкция детского сада номер 15 в Октябрьском районе на 80 мест. С 1 сентября в Саратове появится еще одна гимназия и школа с углубленным изучением предметов. Будет введен новый урок. Теперь саратовские школьники станут изучать основы православия. Елена Гришина, Наталья Ковришкина, Алексей Чудин. Новости Телеобъектив.